Всем привет! Сегодня у нас будет немножко болтовня, сплетни, интересно, устраивайтесь поудобнее, наливайте кофею, я вот тут тоже присела. Итак, недавно на канале Ирины Шихман А.Поговорить вышло интервью с Лобковским психологом. Почему я хочу это разобрать, дать свои комментарии по поводу этого интервью, потому что оно очень спорное, неоднозначное, там очень уже много комментариев интересных под самим видео обсуждений, и тема довольно-таки интересно затронута, она перекликается с моим каналом, потому что на нем мы с вами также разбираем психологию каких-то этих вопросов касается. И плюс еще я считаю себе даже обязанной осветить эту тему, это интервью, возможно, дать вам наводку, чтобы вы его посмотрели, потому что я в своих видео частенько упоминала о Лобковском, свое мнение к нему, давайте сейчас об этом поподробнее поговорим. Будут у нас фигурировать три героя. Первый — это Шихман как интервьюер, второй — Лобковский как гость, и третий — там давала интервью женщина, его бывшая сотрудница, которая на него, скажем так, в обиде, об этом прямо и говорит, который там у него с определенной претензией к нему. Мое отношение к первым двум лицам, потому что последнюю я не знаю, кто это, к Ирине Шихман очень позитивная, мне нравится ее канал, мне нравится тем, что она затрагивает очень социально важные, на ее взгляд, темы, которые могут быть даже непопулярные в обществе, но это важное зерно на подумать, на поразмышлять, поднять что-то очень, что нам всем нужно пригодиться. Она молодец, за это мне канал нравится. Плюс еще, я, кстати, делала комментарии по поводу выпуска с Максимом Галкиным, мне нравится, как она берет интервью, когда у нее получается раскрыть героя с той стороны, когда ты таким человеком, вообще этого героя, знаменитость какую-то, ты ее таким, 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 такой, не видел, короче говоря, да, то есть увидеть человека вообще с другой стороны, это очень интересно. И это, я считаю, в интервью заслуга, конечно, журналиста, который нашел такой подход, правильно задал нужный вопрос, вообще, это его работа, и это в ней есть, молодец. Лобковский, к нему у меня нейтральное отношение, я сказал, что там, супер, я его люблю, или ты считаешь, что он все правильно очень делает, есть у него свои плюсы и минусы. В своей вот этой работе, в публичных лекциях, в интервью на радио, он дает правильные установки, которые могут люди прислушаться в плане на здоровую психику. Как должно быть, стремиться к этому делать, так или нет, каждый, естественно, выбирает сам. И насчет его книги я всегда говорила о том, что он ничего нового не изобрел, ничего такого не произошло сверхъестественного, просто он собрал то, что уже ранее было изучено, открыто до него, и просто это сделал как публицистику, книгу собрал все воедино и представил. Но он ничего не открывал, это, как он и сам в своей работе, скажем так, во время лекции и всего прочего, в интервью самом он говорил об этом. Это публицистика, это научпок, это околонаучная, это не научная, нет никакого труда исследования в моей книге. Он это не скрывает и обмана никакого в этом не делает. По поводу интервью, у меня, я не скажу, что прям изменилось мнение у Шихман, но я так как бы на это смотрела, вот с таким лицом, потому что сразу чувствуется с первых минут интервью, на него наезжает, она с претензией, она пытается докопаться, пытается его к стенке придавить, с ножом, знаете, у горла, задает такие вопросы. И он, кстати, молодец, он ей отвечал, во-первых, она когда на него все, почти два часа наезжала на него, он не реагировал, как правильный человек, да, нормально что-то пытал, держал, короче, себя в руках, нормально ей что-то объяснял, это молодец, держался, мне его, наверное, вообще бомбануло, если бы прям очень, не все бы так среагировали, молодец мужик. Ну, в принципе, он знал, знаете, на его лице было написано, куда я попал, он думал, что ему, как и многие, будут петь дифирамбы, он уже звезда психологии в нашей стране, а тут его просто таким образом, можно сказать, опустили с небес на землю, у него претензии, прям интервью началось, это называется стресс-интервью, да, жесткая, с претензией, с самого начала, с наезда. У меня вообще получилось такое ощущение, было во время всего интервью и после, после вкуса, что у Ирины Шихман, если не у нее самой, то у ее какой-то подруги были какие-то проблемы, которая ходила на консультации, или все-таки заплатила эти 95 тысяч рублей за час консультации у Лобковского, и недовольна результатом, там, конкретная личная претензия какая-то, если не ее, то ее каких-то друзей, это очень чувствуется, вот посмотрите, напишите в комментариях, если у вас такое ощущение, или вы уже это видео посмотрели. А Ирине, у меня сложилось впечатление, что она не разбирается однозначно в психологии, либо это ее личные психологические проблемы, с которыми она не разбиралась, но я вроде где-то слышала, и она говорила, что она хотела к психотерапевту, или хочет что-то такое у нее там вроде типа есть, но ее наезды на него были явно без знания психологии, либо личная проблема, личный конфликт, претензия перекрывала адекватность какую-то, и она очень сильно, какие-то темы поднимали реально, что человек должен, он должен как психолог, но это бред, это откройте, я не знаю, гугл, википедию, любое учебник по психологии, везде написано, что психолог это не доктор, это все, наверное, знают, да, второе, психолог не несет ответственности за принятие решений пациентов, клиентов своих, вообще не пациентов, они клиенты, пациенты у доктора, да, и психолог просто дает выбор, собственно, он не дает советов, но здесь она его правильно подловила, у Лобковска есть такое, и на «Серебряном дожде» его программе, и вот видео всяких публичных некоторых выступлений, где публичная консультация идет, что он дает советы все равно, он очень часто так ставит грань, что человек, он как бы подводит человека к выбору, но все равно он не стоит с ножом у горла, да, и не говорит, делай вот так, иначе никак не будет, выбор последний за человеком, и предъявлять претензии к нему как к врачу, у него даже там есть оговорочки во время интервью, ну вы же доктор там, да он же вначале тебе сказал, он рассказал, кто такой психиатр, кто такой психолог, это, кстати, он совершенно верно рассказывает, да, кто что должен, кто что обязан, и она опять, а у нее в голове сидит, что он доктор, он обязан нести ответственность, я вот вижу в этом чисто личный наезд, личную какую-то проблему человека, но не может быть так, что, ну как бы, адекватный человек со стороны, как бы взвешивает, да, вот в этом интервью она, может быть, себя даже повела не очень профессионально, она была с личной предъявой какой-то к нему. По поводу Лобковского, он молодцом держался, прям зачет ему, его это выводило, но он молодец держался, прям красавчик, многим можно, скажем так, у него этому поучиться, но у него и профессия соответствующая, как бы это неудивительно. Второе, ну молодцы, что этим интервью они его спустили реально с небес на землю, он раньше об этом и говорил, что я, у меня внутри желание быть суперзвездой, мне хочется собирать стадионы, артистам, уже знаете, вот это вот внутри, говорит, у меня есть нереализованное, поэтому такой формат публичных лекций, оно приносит мне деньги, мне нравится, что он все это открыто все это говорил, а она пыталась из этого создать какой-то криминал, типа об этом никто не знал, но если кто его постоянно смотрел или в курсе, кто это такой, он обо всем в принципе ничего не скрывает, открыто обо всем говорит. И вот эти все приявы, как бы к нему, они вот так вот отлетали, ничего ты ему не предъявишь, он не может нести ответственности, он просто психолог. Далее по поводу, скажем так, его вот этой оппонента, который давал тоже интервью женщине, там все прекрасно понятно, она открытым текстом сказала, что она обижена на него, что они вместе начинали, она ему организовывала первые вот эти публичные выступления, и она имела процент дохода от количества билетов проданных, проще говоря, да, если там стадион тысяча человек, соответственно, то есть тебе платили 100 тысяч рублей, или тебе будет там миллион платить, да. То есть, короче, со временем увеличилась его популярность, она много что за него вела, там, инстаграм, паблики, и она типа помогала, вкладывала свою, скажем так, как бы правильно выразиться, свой опыт, свой мозг, да, короче, в развитие бренда Лобковский, его амплуа какое-то в его репутацию совершенно, но она за это и деньги получала, как бы, а что? И в итоге она по-честному, по сути, сказала, что я стала для него неудобной, потому что он не захотел мне больше платить. Его гонорр увеличился, соответственно, и ее параллельно, и он решил, что платить он столько не хочет, нашел другого человека. Ну, как бы, это логично, это жизнь, и в ней видно, что это просто обида человеческая. При этом, я хочу отметить, что она рассказывала, я, но мне, когда я с ним встретилась, у меня ничего не было, двое детей, денег нет, есть нечего, я вообще первые разы побывала в ресторане в Москве, она приезжая, когда Лобковский, типа, всех там угощал, собирал, вот это их тусовка организовалась, его там с ним начала работать. А за это быть благодарной, типа, не надо? Ну, это явно обида за то, что, да, я ее понимаю, да, обидно ты вкладывала, вкладывала, а когда пришел какой-то результат, успех, скажем так, тебя сократили за то, чтобы тебе не платить большую зарплату, тобой попользовались, вот оно, да, и выкинули. Ну, вот такой он человек, это его плохие качества, ну и все окей, как бы, таких людей вообще навалом вокруг, ничего такого нонсенса из этого, криминала какого-то, я, честно говоря, не вижу ничего. Я честно скажу, что я не отношусь к почитателям Лобковского, которому заглядывают в рот, считают, что он прав, истинно в последней станции надо делать, как он сказал, и действовать всем его советом. Нет. Я тоже согласна с тем, что за одну консультацию ты человеку не можешь помочь. За одну консультацию человек просто сейчас может не хватить часа, чтобы высказать свои проблемы, выговориться, если он вообще в первый раз с психологией, с психологом сталкивается. Два часа на это нужно, что иногда у людей столько всего сидит, понимаете. И помочь реально за один час нет. Я в это не верю. И это не то. Но также я соглашусь, что он, чем хорош, что он, лично в моих глазах, да, он популяризировал психологию, что люди о ней заинтересовались, узнали. Просто через него они находят психологов, специалистов в своих городах, которые решают их проблемы, они обращаются к психологам за своей помощью. Просто его вот этот вклад вообще в популяризацию психологии и хорош тем, что больше людей, благодаря вот этой цепочке действий, которые улучшают качество своей жизни, улучшают, в принципе, свою жизнь и своих близких, своих детей, своих родных. Но пусть кто-то послушает его там на программе «Дождь», да, или в YouTube какие-то видео послушает, еще что-то. Он просто, например, мать какая-то услышит, что детей бить нельзя. А почему? Какие-то последствия и все прочее. Она что-то анализирует, и в следующий раз, когда она это захочет сделать, она не поднимет руку на своего ребенка. Вот это я про это говорю. Потому что раньше эта тема вообще не освещалась. И спасибо, что хотя бы, он зарабатывает деньги без проблем, это его бизнес. Но при этом, благодаря этому, другие люди о чем-то задумываются. Этого уже, это уже много, этого уже хорошо именно для нашего постсоветского пространства, для нашего общества. В Америке все уже на 20-30 лет вперед ушло, естественно. Там это уже сходить к психологу, у каждого есть свой личный терапевт и все прочее. И если людям так... У нас, знаете, все еще идут к гадалкам, блин, к экстрасенсам и к астрологам, что является наукой. Нет, это не научно. Если кто-то в этом сомневается, ну, психология хотя бы наука доказательная базой. Вот. Вообще по поводу вот этих... Я не отношусь, повторюсь, к тем, кто считает, что он прав во всем. Он молодец, вот я сказала, чем, да? Я считаю, что почему есть люди, которые его не любят или на него вот так наезжают. Это два варианта. Если это клиенты, это люди, у которых не оправдались надежды. Да, у них нет 95 тысяч рублей заплатить за час, чтобы он им там помогал каким-то образом или повторно там к нему приходить. Но они хотят свою жизнь улучшить. При этом они слушают какие-то там лекции и все прочее, но они это... По каким-то причинам, я знаю, по каким, но все равно все равно это долго рассказать, скажут, что у них ничего не получается. Они пытаются, им это не помогло. Идите к другим, короче говоря, психологам. То есть это обиженные клиенты, у которых не получилось, скажем так, да? И это нормально, потому что у многих разные ситуации. У кого-то могут быть психические расстройства, и когда там просто психологу даже сходите, вам нужен психиатр, а не психолог. Вам и психолог с приемами не за час, а там дольше не поможет. Вам нужны там медикаменты, например, да? Но вторая категория людей, которые на него катят бочку недовольны, это, естественно, обиженные коллеги. Потому что это конкуренция. Потому что из всей массы... Потому что он, знаете, он в книге своей вообще пропагандирует, скажем так, несет эти правила, которые он типа создал. Это все, потому что придумано было до него. Он просто как хороший бизнесмен и шоумен. Он обаятельный сам по себе мужчина-человек. Он это просто очень хорошо монетизировал. Он с этого получает классные бабки. Он очень богатый человек теперь. Он это смог переработать. Эту информацию, которую, короче, знает каждый студент психфака. Может, третий курсник. И он просто с этого получает бабки. Вы знаете, что у психолога заработок невысокий. Это невысокооплачиваемая работа какая-то. В Америке да, но не в нашей стране. В Москве да, но в регионах это очень низкая оплата. Поверьте, психологи вообще, ну я не скажу, прям нищие люди, но явно не суперобеспеченные какие-то, да. Потому что они, как правило, работают при каких-то центрах, при госслужбе где-то, в каких-то там, в общем, это при центрах обычной помощи какой-то. Там вообще минимальная какая-то зарплата идет, типа прожиточного минимума. Короче, чтобы быть успешным психологом, надо вести частную практику. Желательно, может быть, еще и быть преподавателем. Преподавательские часы тоже было бы хорошо, да, иметь. Но это вообще отдельная история. Я про то, что очень много, естественно, обиженных людей. Психолог, не психолог. У каждого есть амбиции, свои желания. Каждый бы хотел, может быть, на его месте. Просто, к сожалению, даже среди психологов не так много людей, которые могут согласиться своими эмоциями, держаться отстраненно или порадоваться за другого человека. Такая гнильца, чертовщина какая-то в каждом есть. Так что вот эти вот наезды и претензии, что, типа, он раздает советы, а как можно помочь человеку за один раз и все прочее, я с этим согласна. У этого нет, скажем так, научной базы. За один час ты не поможешь человеку, и давать совет ты не имеешь права. Это табу, это вообще... Психолог не имеет и права так делать, да? Но при этом он, если вот так, когда Шихман просто в интервью пыталась докопаться, разобрать его, по кусочкам разложить, докопаться было не до чего. Он по факту делает, вот если притягивать, притянуть не за что. Он делает все, скажем так, по протоколу. Ничего криминального в нем нет. И даже приравнять его к секте, к сектанству, его лекции, как она это пыталась делать, это тоже бред. Это не то. Так что, что могу ответить? Это очень интересное интервью. Кто интересуется психологией, обязательно обратите на него внимание, посмотрите. Напишите ваши комментарии, если вы уже смотрели. Жду ваших комментариев на эту тему. Я не знала, что... Я когда открывала интервью, я думала, о, ну опять очередное будет. Вы такой классный, как все его целуют в обе щеки. Вы такой супер, всем очаровывается. Приятный мужик, что говорить? Я могу лишь свое мнение, да, сказать, что... Мужик молодец, зарабатывает бабки. Я лично от себя хочу ему сказать спасибо за то, что он делает наше общество более здоровым, потому что, смотря на него, больше людей обращаются к специалистам за помощь и улучшают свою жизнь. Вот и все. От него больше... Каждый строит свою жизнь так, как считает нужным, так, как хочет. Вот и все. Жду ваших комментариев. У меня под видео всегда остается почта для ваших писем, предложений или записи на консультацию. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok